Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас лето, и я продолжаю серию фруктовых дистилляторов. Сегодня я буду делать обалденнейший самогон из груши. Груши вот такие классненькие, сладенькие. Сейчас я все груши тру над эту волшебную машинку. Обзор этой машинки я уже делал тогда, когда делал замечательный яблочный кальвадос. Поэтому, если вам интересно, смотрите ссылочка, как здесь обалденный кальвадос, и как работает эта машинка. Вот здесь, вверху. А сейчас я начинаю измельчать грушки, и все как обычно, по схеме. Все очень просто, неважно, какой это самогон абрикосовый, яблочный, грушовый или сливовый. Измельчаем, добавляем водичку, дрожжики, и поехали. Но все равно я вам показываю, как я это делаю. Грушки я распределил по трех емкостям. Каждая емкость полная 110 или 120 литров. Сейчас я сюда, в каждую емкость, выливаю дрожжи фруктовые, то есть дрожжи для фруктовых брах. Я их уже регидрировал. Это очень правильно, то что я сделал, потому что все равно, вот даже вот так столько остается своих дрожжей. Сейчас я разбавлю их водичкой. И сюда. И сюда. Сколько хорошего у самогончика будет. И теперь все это дело я еще заливаю водичкой. Вот и использую из-за разного просмотра. Наливать где-то буду, ну вот столько, по этот уровень, чтобы еще было куда подниматься мезья. И каждый день, два раза в день, я это все буду перемешивать. Со временем сама мякоть у грушек полностью размягчится. Такое будет, как пюре. В будущей грушовой бренде бродит уже двое суток. Где-то сантиметров на 25-30 поднимается мезга. И теперь, аккуратно, чтобы весло не сломать, я эту всю шапку взбиваю и размешиваю. Рукой, конечно, намного удобнее, но решил попробовать веслом. Нет, все-таки это не абрикоска и даже не ямночка. Я решил сделать погуще брошку, чтобы был больше концентрированный аромат. И теперь вот туда теряю полностью. А вот так рукой, конечно, можно. Грушка полностью без сахара бродит. Я хочу получить настоящий грушевой бренде. Обалденный. Стоим характерным ароматом. Со сладостью. Вот так легко размешивается рукой. А еще бонус. Моченая грушка. Вкусняк. И так каждую бочку. Пусть бродит. Делаю дозаправку парогенератора. Водичку беру именно фильтрованную из обратного осмоса. 2 Тена по 2,5 киловатта, всего 5 киловатт. Ну что ж, друзья. Я начал, вернее, я уже продолжаю делать перегонку самогона из груши. Я уже выгнал вот две такие бочки, 120-ти литровые. У меня практически целые сутки работает виногурня. Осталась последняя бочечка. Брага отыграла за 8 дней. Сейчас уже 9-й день, как я восьмой день гнал. И вот 9-й день я полностью с утра до вечера гоню брагу из груши. Без сахара полностью. Сейчас беру трубочку для барбатера и вкручиваю ее в перегонный пуг. Потому что такая листая брага только гонится или на пароводянном котле, или все-таки с помощью парогенератора. Друзья, я показываю вам очень простой способ, как можно сделать легко и быстро парогенератор из обычного молочного бедона. Ссылочка, как сделать парогенератор, вот здесь сверху. Крутил. Вот такая классная брага. Брага проживалась на фруктовых дрожжах. Без сахара, без сиропа. Пробуем. Класс. И не кисленькая. Ну, горечи здесь почти нет, конечно же, потому что мало было сахара. Но у меня уже 2 20-ти литровые бутыли. Есть 25-ти градусного спирта сердца из грушки. Поэтому, я думаю, что тогда получится. Вот такая густая. Конечно же, ни на каком обычном аппарате такое не перегонится. Но фруктовые и верновые браги настолько обалденные. И не обалденные браги, а обалденные дистиракторы из них получаются. Поэтому сделайте себе простенький парогенератор, и вы будете на седьмом небе боять счастья. Спирт-сырец из грушки я беру на вот такой простенькой колонне. Она сейчас у меня полностью пустая. Брага очень пустая. И когда будет идти пар, будут очень быстрые прорезы, чтобы здесь все было свободно. И работаю я всего на одном сухопарнике, для того, чтобы если будет брызгал в нос, здесь все собралось. И все. И сразу на холодильничек. Отбираю на максимуме, на максимальных оборотах. А сейчас я буду делать из спирта сердца, из грушки, хороший, ароматный, грушевый бренди. Я буду перегонять все это, для того, чтобы получить готовый конечный продукт. Перегоняя на вот таком простеньком самогонном аппарате, всю эту колонну я буду наполнять морскими камешками. Но не обычными, а вот такими. Черенькими. И красивыми. Обзор моего самогонного аппарата и парогенератора, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Продолжаю перегонку грушевого самогона. Вторая часть. Вот столько у меня получилось еще спирта сердца под самую завязку. Это очень много. Я так никогда не наливаю, но уже это последнее, поэтому не хочу размазывать по стенкам. Вот полнючий молочный бетон крепости 15,5%. Ставлю свою колонну с камешками и отбираю голову. Голову я отбираю, как и в прошлый раз, 5% от абсолютного спирта и ориентируюсь на аромат. Аромат, конечно, уже даже на 5-6% идет бомба. Настолько классные грушки, так классно пахнут, аж дрожь по телу. Друзья, наконец закончились эти ночи и дни. Бесконечные дни и ночи, когда я выгонял 300 литров браги из грушки без 1 грамма сахара. Аромат, тонкий, тонкий аромат грушки. Грушки были такие ярко-желто-красные, сладенькие. И теперь я буду делать настоящие грушовые бренди. Я буду добавлять сюда щепу средней и сильной обжарки. Щепу я сам пока не готовлю. У меня норма такая для того, чтобы получился обалденный бренди. 5 грамм щепы на 1 литр. Зато она будет стоять годами и с ним ничего не случится. Я добавляю среднюю и сильную обжарку. Вот прямо сюда. Здесь ровно 13 литров 55-градусного грушового будущего грушового бренди. Вот. Классно. И теперь на годик, на два можно забывать. Конечно, через два годика что-то может и останется потомкам. Но пусть стоит. А вот здесь я только-только наконец-то нашел время добавить щепу в свой абрикосовый бренди. Как его сделать, ссылочка вот здесь сверху. Я все время был занят, поэтому теперь у меня одновременно будет и грушовый бренди, и абрикосовый бренди, и яблочник оливодос на щепе. Наконец-то я буду отдыхать и готовить новые проекты. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех моих новых видео обо всех вкусных напитках. И помните, кухня – это самое спокойное место. Спасибо. Спасибо.